МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинной регионы. У студии Катерина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуску глядите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко накероваў віншавання 750 годзе Могилёва. У своім посланні беларускі лідер адзнашыў, што ў горада долгая і не просто гісторія. Аднак зараз гэта сучасны индустріальны навуковы і культурны центр. Адзнашуў Александр Лукашэнка. Дарышыў за высокі досягненіў сваёй галіне, па выніках 2016-го года на республіканскую дошку гонору трапілі пяць працтаўніков ад Могилёвшыны. Бялынічская ПМК, Калгас Радзіма Бялынічского района, Могилёвскі Державны Ліцэй номер 3, Могилёвскі Абласны Метадышны Центр Народной Творчасті і Культурно-Осветніцкай Дейнасті, Могилёвскі Філиал Руб Бялтэлікам. А Могилёвскі ў область ў целым разам з Брэцкой занесіны на республіканскую дошку гонору ў сферы экономі ресурсав. Урачыстосі, прымеркованая до дня, нараджэня Могилёва распачаліся ўшанаваням памяти тых, хто загінуў за Радзіму. У гонор 73-й годовіна вызваління одня Мецка фашистських захопників, кветкі допомнікаў загінулах під час Веліка Ячыны ўсклалі працтавнікі керавніцтва Могилёва, громадськіх організацій і об'єднанню «Молодь». Удзельнікі урачыстосі отзначаюць, неглядзіші на даўніну падзей, мы памятаем ўсё. Йудячний взагерайшній подзвіг, які подаруў нам махчымась жыць ў сучасным городі под мирным небом. После войны город прошёл достаточно большой период, когда это всё отстраивали, когда пытались свернуть ему ту же красоту, которая у него была до этих ужасных событий. И сейчас он, мне очень нравится современный Могилёв, и надо только идти вперёд, и он будет ещё лучше икрашен. В этот праздничный для нашего города день хотелось бы вспомнить историю. Прошло столько лет, и город наш изменился, стал красивый, расцветают сады, украшаются парки. И приятно, что наши могилёвчане вложили свой вклад. Я люблю свой город, поэтому то, что сегодня делается на различных участках нашего города, начиная от благоустройства, заканчивая патриотическим воспитанием, в том числе охраной памятников, памятью о том наших предках, о наших родителях, дедов, участников всех событий. Арт-проект Могилёв очымых гостей подвёв выники. Его мостовская часка завершилась выставой твору замежных гостей. Выником международного пленера каменная каска стала открыть у подмеколи парка скульптур. Розные стыли и погляды на могилёв, абстрактные выявы и конкретные городские места и будинки. Девять мостаков с девяти краин два тыдни знакомились с городом и малявали его. По дарункам на юбилей яны покинули 28 картин. Теперь могилёвчане мают махчимость поглядеть на родный город в очымых гостей. Он разный и всё зависит, конечно, от художника. Для кого-то это какая-то экспрессия, абстракция, для кого-то это конкретно определённые места. Но можно, судя по выставке, видеть, что всё это позитивно, и всё это прекрасно и успешно. И я очень этому рада. Свою работу завершил и международный пленер по скульптуре. Десять композиций от ауторов с пяти краин увособляют в сторонке могилёвской истории погляд на сегодняшний день, на севые легенды старошинного города. В нынешнем могилёве я запомню тёплым, гостеприимным и много зелени. Работа у меня называется «Разговор о вечном». Ну а дальше уже каждый-каждый может для себя что-то придумать. Скульптура должна быть спускаться со всяких высоких постаментов, когда она находится в парках. И чтобы люди могли контактировать. Композицию пригожили парк от Пачинка у Подмиколи. Нарешті у Могилёва з'явився свой парк-скульптур. Ирина Бородзиловская, Александр Артемьев, Новинирегиона. Могилёв, 750 год. Фотокнигу с такой назвой выдало агентство Могилёвской ведомости. На адрукованных сторонках гистория Могилёва о фотоздымках. Творчая группа, якая працавала над книгой, год зверталася до аматоров и профессионалов фотомастатства. У редакцию трапили тысячи здымков Могилёва. Книга своясабливая подорожа по городу. Починается и оно с вышинник тушинного полету, фото и мгнение, супроводжая невеличкий текст на русской и английской мовах. По словах работников редакции, некоторые здымки робили специально для книги. Ауторы книги спадзяются, гэты подару на городу Адьягу Жихаров пройдется до спадобы. Я понимала всю ответственность, насколько это будет сложно и тяжело, потому что, я говорю, по времени съемки это и утро, и обед, и вечерняя, и ночная съемка. В зависимости от того, как повернется солнечный свет, какое будет небо, какие будут облака. То есть пасмурная погода отпадает, а ее было весной достаточно, так это подстяжительное время. Времени было очень мало. И из-за этого, конечно, немножечко напряжение возрастало. Обратились уже к именитых фотографов, мы просили о помощи, потому что у нас некоторые объекты вообще не получались совсем. И поэтому самое главное это технические характеристики, а потом уже по содержанию самой. То есть когда идет речь, изначально идет рассказ маленький о музее истории Могилевой и о ратуши, то естественно выбирали, чтобы было хорошо видно и ратуша, и все, что прилагают, то есть и сам музей тоже. Когда идет маленький рассказ, то естественно уже и сам скверик, то есть идет там информация о том, что вот объект, его история, поэтому, чтобы было понятно, и если есть желание посетить, чтобы можно было сориентироваться. В першине у Могилеве на площадке Ленина монтируется модульная сцена. Ее доужение 42 метры. Дополняют ее три веализные экраны. Тут пройдут основные мероприемства, просвеченные дню народжения города. Организаторы плануют представить реконструкцию подей истории с 1267 года по сегодняшний день. Нагадаем, что с 21-й годины на телеканале Беларусь 4 Могилев будет вестися про мая телевизионная трансляция святочного концерта «Виват Могилеву 750» и 3D-мэппинг-шоу на будинку Дома Совета. Бесплатный проезд у громадским транспорте для школьников на Могилевшине деньнейшее до 30-го червеня уключено. Специалисты отдела энергетики транспорта Могилевского гарвы конками удокладняют. На Могилевшине право бесплатного проезда предоставляется навученцам и выхованцам установ агульной средней и специальной эдукации на основе доведки. Школьники могут корыстаться этим правом с 1-го вересня по 30-е червеня. При этом немае значение добирается навученец до школы гурткать и спортивной секции. Что до выпускников 11-х классов, то они так само могут корыстаться льготами до 30-го червеня. Нагадаем, доведка выдается в установе эдукации. И с 1-го вересня уси навученцы повинны яе обовязково обновить. Податковые консультанты худка повинны з'явиться у Беларуси. Налешением таких фиксальных выплат для предприемствов и индивидуальных предпринимальников будут займаться квалификованные специалисты. Их это повинны поплывать на знижение податковой рызыки. Про цех темы у Алены Милюшанковой. Податки повинны подлечивать профессионалы. И худка податкоплательщики смогут взвертаться за допомогой минавито-давузских специалистов. У нас на сегодня в стране считает бухгалтер должен знать все. Он должен быть я не знаю самым мегаумным. Знать все законодательство юридическое, налоговое, нормы бухгалтерского учета и так далее. Поэтому налоговый консультант это будет узкий специалист, который на основании каких-то обработанных первичных документов, где можно должен, может быть бухгалтер менее низкой фоликой квалификация должен просто правильно посчитать налоги. Он должен все знать про налоги и отчитаться перед налоговой инспекцией в случае проверки или каких-то вопросов. Предприятие вообще в целом налогоплательщиков. И инвесторы, которые приходят сюда, они хотят работать с налоговым консультантом. Не только для того, чтобы они им прояснили налоговый климат в Республике Беларусь и сказали наиболее эффективные пути создания предприятий, инвестирования предприятий в регионах Республики Беларусь, но и также взяли повод сорсингу. Ситуация, когда одна организация подомовит, дручая, другая выполняет за себя полный вид деятельности, является международным стандартом податкового обслуговывания. По словам специалистов кероники предприятий Могилешины начали все частей корыстаться такой системой в податках обкладаниях. Это еще серьезная правовая защита налогоплательщиков, потому что разговаривая на одном языке с налоговыми органами, налоговый консультант может серьезным образом защитить налогоплательщика, это в первую очередь. Во-вторых, он может предупредить налоговые риски. По словам представников Министерства по податках, проект отповедного указа двойчей прошел обмеркование. Алена Милешанкова, Виталь Бобсио, Новины региона. Могутный Божий фестиваль Яднания, это башня и на концертных плясовках, где на одну сцену выходят представники разных краин конфессий и на конкурсных прослуховываниях. Он одна и коллективы с разной подрыхтовкой и вокальными махчимостями. Але у журы отзначают приемно, что выканаусы разумеете то, и об чем спевают и пропускают про свое сердце. Органичный синтез мастатства так отгукались глядачы про гала-концерт фестивалю Могутный Божа. Гэта сценичная прятсовка объеднала десятки хоровых и танцевальных коллективов. Поразительный репертуар. Особенно мы работаем под произведением молитвы оптинских старцев. И не секрет, что, конечно, родители приучали к этому и с детства знают эту молитву, а работать под нее большая честь. Настроение приподнятое, вот, все, очень даже. Мы предвкушаем большой праздник участия. Сотни хорыстов стали одиным коллективом. Величные масштабно гучали магнификат Иоганна Себастьяна Баха, двухорная кантата Бартнянского и гимн фестивалю «Могутный Божа». Саправдный зорка гала-концерту легендарный хор Митрофана Пятницкого. Многие замежные гости означают, что на их родиме нема фестивалю подобных до «Могутного Божа». Тому и едут минавито у Могилев. Такого масштабного, где съезжаются люди с разных городов, с разных стран, я не видела. Мне очень близка вообще идея, чтобы все христиане всего мира, верующие в Иисуса Христа, именно объединились и верили. Оно важно, чтобы они видеть, насколько Бог один. Из каждого стран, приезжая туда, они верят один Бога. Это очень красиво. Духовная музыка не отмавляет сучастных молодежных мотивов. Усу весь поколению одна за сабливостью фестиваля «Могутный Божа». Алена Соловьева, Дарья Семянько, Новины Региона. Простовники Венгрии, Словакии, Латвии, Литвы, Турции, Польши и Беларуси на урочистом открытии 14-го международного фестиваля «Венок дружбы» в Бобруйску выконует лявониху. Таким чином на головной плясоу цифэсту «Лядовая арене» беларусский танец объедная больше за 180 выканауцев. Чтобы это случилось, мы отправили в эти страны, мы отправили свое видео, отправили музыку, чтобы они это разобрали и посмотрели, смогут или нет, и сообщили нам, кто из них согласится на то, чтобы этот проект воспринять. 8 стран нам ответили согласен. 14-й международный фестиваль «Венок дружбы» все лето пройдя с 29-го отширвения до 3-го липеня. Удел у им примают больше за пол тысячи артистов из 26 краин. Творчим делегациям представить по 25 хвилин для презентации традиций и культур их народа. А кроме концертных номеров, у гостей привязывают и свой уникальный венок. Даречу, удельникам и гостям у радшистостя у знака 630-го юбилея Бавруйска будут допомагать коля сотни волонтеров. И про надворье резкое повышение температуры прогнозуется на Могилюшшине у часвер 29-го червеня. С полдневого с заходу Европы будут поступать вельми теплые поветранные массы. Синоптики обвешаются оранжевые узровые небезпеки. Денные температуры по области будут досягать 34 градусов. А на полдне от знака на слубку термометра может подняться до 35 градусов. Рызкие перепады температуры могут негативно отбиться на стане здоровья. Урачи рают, а про нацветлое свободное оденье с натуральной тканины. Не забывать про головный убор. Причем люди с пониженным артериальным тиском могут отшувать себе гостчим гипертоники. Возьмите с собой препараты, які примаете. Позбегайте душных помешканей и скопления людей. Питье достаточного количества жидкости. Причем жидкость это вода, компоты, морсы. Ни в коем случае не употреблять алкоголь и не рекомендуется пить такие крепкие напитки, как чай, кофе. Следует ограничить физическую активность и пребывание в жаркое время суток, особенно днем на свежем воздухе. Лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется находиться в жаркое время суток, днем, особенно с 11 до 16.00 на свежем воздухе. Спекутные дни, по информации об лгидромету, будут сопроводжаться эмоцным ветром до 15-20 метров за секунду. Махчимыград. У пятницу на дворе истотно не изменится. Денные температуры по области будут от 25 до 30 градусов. Пройдут короткочасовые дожды. Далее спека будет спадать. В субботу слубки не поднимутся выше за 29 градусов, а в неделю прогнозуется плюс 20-25. И еще больше интересных новин на нашем сайте tvrmogilio.by А я с вами развитываюсь. До встречи в эфире. Продолжение следует...